В республике утвердили положение о пенсии за особые заслуги перед страной. Претендовать на выплаты могут герои Беларуси, Советского Союза и социалистического труда, женщины с высокими государственными наградами, а также родившие и воспитавшие 9 и более детей. В список включены лауреаты премий, чемпионы и призёры Олимпийских, Паралимпийских игр. Минэкономики открыла приём заявок на конкурс «Перспективные белорусские бренды». Они направляются до 30 января 2024-го. Посоревноваться смогут субъекты малого и среднего предпринимательства. Главная задача – выявить, поощрить и распространить передовой опыт работы. Состязание проводится по итогам деятельности участников за январь-сентябрь 2023-го. Беларусь назвала культурную столицу 2024-го. В новом году титул переедет в Могилёвскую область в Белыниче. Также за почётный статус боролись каменец «Глубокая», «Мозырь» и «Свислочь». Акция, напомним, проводится по инициативе Министерства культуры уже 13 лет. Это помогает развитию регионов, сохранению традиций, привлечению туристов к достопримечательностям. 15 декабря в Бобруйске пройдёт новогодний бал в рамках благотворительной акции «Наши дети». Участниками станут юноши и девушки – порядка 100 человек. Все они добились высоких результатов в учёбе, творчестве и спорте. Совсем скоро юные дамы и кавалеры смогут примерить платья и смокинги и окунуться в зимнюю сказку. Белпочта объявила конкурс на лучшую марку 2023-го. Победительницей будет признана та, которая наберёт больше всего голосов от участников. Если же несколько экземпляров высоко оценят, то все они разделят первое место. Выбрать своего фаворита могут все желающие по 26 декабря на официальном сайте.